12 ноября в спорткомплексе «Сибирский нефтяник» прошел первый этап Кубка губернатора по комплексу ГТО. Организатором соревнования выступило Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области. На старт вышли 16 коллективов и более 100 работников органов исполнительной власти и местного самоуправления. Мы, как органы власти региональной, муниципальной, депутаты, мы задаем такой хороший пример просто гражданам, которые видят, что этому не чушь никто. Поэтому здесь важно дать вот этот именно положительный пример, положительный опыт. Ну и естественно, как бы выполнять основную направленность комплекса ГТО – это регулярные занятия физической культурой и спортом для населения. Участники события состязались в выполнении нескольких тестов комплекса. Среди соревнующихся было много руководителей ведомств, департаментов и управлений, которые на личном примере мотивировали своих коллег на занятия спортом. Такие мероприятия нужны всегда, они как раз для всех возрастов. И то, что нам заложили в школьное время на физкультуру, те нормативы, они в принципе сегодня такие же, они не поменялись. Здесь же, как всегда, принцип соревнования – хочется победить. Поэтому каждый госорган выставил свою команду в надежде показать, что они все-таки приобщены к спортивной жизни. Отличный старт взяла команда Министерства спорта Омской области. Хорошую физическую форму продемонстрировали как опытные руководители, так и молодые сотрудники. Коллектив собрался, все сегодня в хорошем настроении. Все с улыбкой выполняют различные упражнения. И это очень хорошее мероприятие как раз для сплочения. Каждый участник состязания стремился улучшить свои личные достижения и принести дополнительные баллы своей команде. Спорт помогает в текущей нашей деятельности, в текущей работе. Помогает мыслительным процессам, помогает тому, что ты находишься постоянно в тонусе, в таком приподнятом настроении. Физкультура позволяет отвлекаться и заряжаться молодостью, бодростью, оптимизмом. И сегодня наша команда показала хорошие результаты. Никто не сошел с дистанции. Все молодцы, все справились со снарядами, с дистанцией. Поэтому я очень доволен. По итогам первого дня определилась группа лидеров. Второй и решающий этап соревнований пройдет 19 ноября в физкультурно-оздоровительном комплексе имени Виктора Ларионова. Редактор субтитров А.Семкин